Чем завершился международный форум Ростки? Стать ятишникам за 9 месяцев? Да легко! Нур. Искусство и образование на одном мероприятии. Всем привет! В эфире Универ Ньюса, в студии Екатерина Лазарева. В международном выставочном центре Казань-Экспо прошел второй и последний день крупнейшего международного форума Ростки, тесно связанного с укреплением отношений между Россией и Китаем. Чем завершился форум, расскажем далее. Второй день крупного бизнес-форума Ростки с размахом прошел на площадке Казань-Экспо. На повестке дня снова была тема единения и укрепления партнерских отношений с КНР и обсуждения планов дальнейшего сотрудничества. Так, в рамках мероприятия был подписан договор о сетевой форме реализации образовательных программ между Казанским федеральным университетом и обществом с ограниченной ответственностью «Шангдонг Даксюши Education Service Group Си Оу». Эта компания – частное учебное заведение, обучающее языку, искусству, спорту, научным дисциплинам и многому другому. Соглашение позволит Казанскому федеральному университету расширить границы развития студентов, дав им возможность обучаться за границей. Ряд соглашений по привлечению студентов из КНР в Казанский университет, абитуриентов, для прохождения вступительных испытаний уже на будущий год. То есть рядом с компанией, которая этим занимается, мы будем подписываться. И сейчас мы ведем переговоры по, в том числе, возможному созданию отдельного общежития. Это очень интересный большой проект, который мы сейчас обсуждаем с коллегами из Китая. Вы знаете, что в Казанском университете это такая животрепещущая проблема наличия общежития. Я думаю, что мы найдем китайских инвесторов, которые тоже могут вложиться в этот проект и вместе с нами создать новые места для проживания наших студентов, в том числе из Китая. Прежде всего из Китая. Кроме того, проректор по внешним связям Казанского федерального университета Тимирхан Алишев подписал меморандум о взаимопонимании между Казанским федеральным университетом и Школой иностранных языков ХАЦЗ, которая также готова к активному сотрудничеству и обмену опытом. В школе 9 учебных классов, более 300 учеников и 23 штатных преподавателя. Обучение ведется 12 лет и включает в себя три ступени. Младшую школу, неполную, среднюю и полную, среднюю. Старшую школу. Преподавание ведется на двух языках – китайском и английском. Партнерские отношения с ней позволят студентам отправляться на обучение по обмену, изучая и практикуя китайский и английский языки. Это соглашение, которое связано с открытием подготовительных факультетов в Китайской Народной Республике на базе школ, на базе вуза Первого Шангельского медицинского университета. С октября надеемся, что уже начнут работать наши удаленные подготовительные факультеты. Значит, что сеть у нас таких факультетов большая. Начали с Египта, в Турции, в Иране у нас работает такой факультет. Сейчас будет работать в том числе и в Китае. Это сетевая образовательная программа. По итогу вечера форум Ростки позволил Казанскому федеральному университету расширить спектр своих возможностей и укрепить партнерские отношения с различными образовательными учреждениями Китайской Народной Республики. Карина Саяхова, Елизавета Газизянова, Никита Акиншин, Универньюс. Цифровые кафедры КФУ или как стать востребованным специалистом в IT-сфере всего за 9 месяцев. Бесплатная программа профессиональной переподготовки студентов распахнула свои двери, набор открытый 17 сентября. Кто может на нее записаться и что нужно делать, чтобы развить IT-компетенции, узнавала наш корреспондент. В этом 2023 году подготовлено 11 программ, которые направлены на формирование навыков в цифровой среде. Обучиться новой профессии могут студенты 2-го, 3-го, 4-го курсов бакалавриата и 3-го, 4-го курсов специалитета, а также студенты магистратуры по направлениям подготовки, которые не относятся к IT-сфере. Программа профессиональной переподготовки бесплатная, а также предполагает удобный график занятий с возможностью изучения всего материала в электронном и дистанционном формате. Данный проект реализуется второй год, а это значит, что вступить в ряды лучших сейчас самое время. На сегодняшний день в 114 вузах страны обучающимся предоставлена возможность получить дополнительную IT-компетенцию. Почему возник такой проект? Безусловно, потому что в современном мире для данной отрасли требуется как можно больше специалистов. Но самое главное, специалисты требуются не просто с IT-компетенциями, но на стыке их основной программы и IT. То есть, например, если он учится на будущего химика, то именно нам важно дать те компетенции, которые будущему химику нужны в сфере IT. Сам образовательный процесс длится 9 месяцев. По действующим правилам на цифровой кафедре можно пройти обучение только по одной программе профессиональной переподготовки. Занятия ведут преподаватели практики. Учебный план разрабатывается совместно с индустриальными партнерами и отраслевыми экспертами. В курсе предусмотрена практика. Есть основная образовательная программа, где есть четкое расписание, где ходят на кампус, а здесь мы обучаем IT-компетенции. Мы нужно совмещать, поэтому мы программу построили следующим образом. В каждой образовательной программе 3-4 модуля. Каждый модуль заканчивается конкретным итоговым заданием, который в будущем из всех этих заданий будет создан один большой качественный проект, где уже каждый обучающийся продемонстрирует те навыки, которые он приобрел. Обучение происходит в онлайн-формате. Предлагаемый контент будет доступен 24 часа 7 дней в неделю. В любое удобное для себя время студент может зайти на внутреннюю LMS-платформу, прослушать лекции и выполнить задания. Однако этим обучение не ограничивается. Понимаем прекрасно, что только в онлайне качественного специалиста подготовить можно, но сложно. Поэтому для себя мы выбрали модель, что в каждом модуле будет серия вебинаров, где будет контактная работа вместе с преподавателем, с представителем IT-индустрии, на которых наши обучающие смогут задать все вопросы, все, что было непонятно, разобрать какие-то интересные кейсы от индустрии и выполнить все задания. Важно, что ни в зачетную, ни в экзаменационную сессии студенты не обучаются. Программа рассчитана таким образом, чтобы ни одно из выбранных человеком направлений не пострадало. В конце учебного года, ориентировочно в апреле или мае, в зависимости от основного направления подготовки, студенты проходят практику в IT-компании. Это ключевой момент для всей программы. Формат прохождения практики, он тоже вариативен. Можно в очном формате, а можно, конечно же, и в онлайне, так как айтишники, мы понимаем, живут, в принципе, в онлайне. Ну и все это завершается в мае-июне защитой проекта командного, IT-проекта, где наши ребята в команде по 5-6 человек делают конкретный какой-то проект. Что это означает? Они могут сделать конкретную веб-страничку, конкретное мобильное приложение, решить задачу какого-то предприятия, например, по перевозке грузов. Сначала делаешь проект, после защищаешь. Все как везде. Итоговая комиссия, представители IT-индустрии оценивают проделанную работу студентов и при положительном исходе событий с гордостью вручают диплом о профессиональной переподготовке. За время обучения у вас есть возможность получить сразу два диплома. Один диплом по своей основной программе, а второй диплом полноценный Казанского Федерального университета по IT-направлениям. Проект «Цифровые кафедры» реализуется в рамках федерального проекта развития кадрового потенциала IT-отрасли национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Карина Саехова, Фарид Захид Углы, Универньюс. Косоглазие – довольно распространенная проблема, страдает которой немалое количество людей на планете. Земля, Россия, Казань, IT-лицей КФУ. Именно здесь учится Глеб Смородинов. Он изобрел аппарат для лечения косоглазия. В 21 веке проблема плохого зрения стала самой настоящей эпидемией. По данным за 2019 год Всемирной организации здравоохранения, около 2 миллиардов человек страдают нарушением ближнего или дальнего зрения. Косоглазие – также довольно частое патологическое заболевание. По мнению специалистов, оно возникает от 2 до 6 процентов населения планеты. При этом лечение трудное, а отказ от терапии сильно ухудшает качество зрения. 2023 год – год настоящих технологических прорывов. Ведь ученик 9 класса IT-лицея Казанского Федерального Университета изобрел аппарат для лечения косоглазия. Он с детства отличался сообразительностью, энергичностью. То есть он как-то очень всегда все изобретал. Иногда смотришь и думаешь, ну как это вообще могло в голову прийти такое сделать. В большинстве случаев косоглазие является врожденным и вызвано аномалией глазодвигательных мышц. Симптомы косоглазия легко распознать в детском возрасте. Обычно они проявляются в несогласованности движений глаз ребенка, нарушении координации движения и зрительного восприятия. В раннем возрасте косоглазие проще всего поддается коррекции. Младшая сестра Глеба страдает косоглазием с рождения. Для лечения данного заболевания ей был назначен метод профессора Поспелого, предусматривающий тренировку зрения пациента методом слияния последовательных образов. Проще говоря, пациенту поочередно засвечивают глаза специальной вспышкой, после чего на его глаза светят фонарем около трех минут, в течение которых пациент совмещает получившиеся в результате засвета образы. Это методика довольно непростая. То есть профессор Поспелов рекомендует заниматься 60 минут в день, но это не всегда ровно час в день. Почти всегда на это уходило много больше времени, могло растягиваться на целый день. И из-за этого мы не успевали куда-то пойти, не успевали что-то сделать. Но вот теперь я увидел, как это трудно. Я прочувствовал на себе, позанимавшись сестренкой по этой методике. И решил автоматизировать этот процесс, облегчить жизнь маме, облегчить жизнь другим таким же людям возможно даже. И вот создать свой прибор. По словам юного гения, у проекта было несколько версий. На разработку от идеи до конечной реализации ушло около полутора месяцев. Принцип его работы заключается в использовании методики Владимира Поспелова. В том, что пациенту поочередно засвечивают глаза специальной вспышкой. После этого, чтобы изображение сложилось в единое целое, на глаза светят фонарем в течение трех-четырех минут. Заниматься нужно один час в день. И это способствует облегчению одной из стадий косоглазия. На этом приборе пациент может заниматься самостоятельно. До этого обязательно был нужен человек, помогающий больному осуществлять лечение. Это ключевой момент. Пациент садится, нажимает специальные кнопки определенные. И при этом участие второго лица совершенно не обязательно. То есть пациент может заниматься полностью самостоятельно. И вот моя сестренка так и делает. Она садится чаще всего, полностью весь курс за день проходит, заканчивает, встает и уходит. Как я еще раз повторю, раньше на это очень много времени уходило, теперь стало намного меньше. Глеб Смородинов уже запатентовал свою научную разработку. Осталось дождаться, когда изобретение введут в массовое производство. Великие открытия начинаются с малого желания помочь людям. Аделина Амдрахманова, Николай Суховский, Игорь Озеров, Универ Ньюс. Стартовал фестиваль мультимедийных искусств и арт-объектов НУР. Инсталляции современных художников начали свою работу, а в Национальной библиотеке прошел образовательный лекторий. В центре событий наш корреспондент Валерия Карташова. 21 век. Нейросети и световые объекты все больше охватывают сферы нашей жизни. От культурной до технической ее составляющей. Так и третий по счету фестиваль мультимедийных арт-объектов НУР захватывает данную тему как тему новой эры в современном искусстве. В Казани стартовал международный фестиваль медиа и искусства НУР. Его ключевая направленность – создание новой уникальной реальности. Мероприятие объединяет 150 медиа-художников из более чем 28 стран мира, а его действия охватывают 10 локаций в Казани. В основную программу события входят не только инсталляции световых арт-объектов, но и образовательные лекции, где каждый может узнать, как развить свои навыки в мультимедийной сфере в рамках искусства новой реальности. Это третий наш фестиваль, фестиваль медиа и искусства. Мы со всего мира приехали художники. Благо у нас в России самые сильные художники в мире, медиа-художники, они признаны во всем мире. Они к нам приехали, 13 инсталляций по городу, большая образовательная программа от самых профессионалов, самых топов мира искусствоведения, искусства, культуры, музыки, света, звука и так далее. Все спикеры раскроют, что такое свет, что такое цвет, что такое мультимедийное искусство, что такое культура, что такое массовая культура, элитарная культура и так далее. Например, после открытия фестиваля в Национальной библиотеке прошел лекторий, где эксперты рассказали о современном искусстве, нейросетях и о том, как монетизировать свое творчество. На одной из таких лекций выступил арт-директор компании «Архитекция» Глеб Иванов. Спикер рассказал о том, как устроено современное производство арт-объектов и как пройти путь от обычного рекламного баннера до крупномасштабных инсталляций. Я хочу рассказать про то, что вообще может делать художник с производством и как этому производству пройти путь от простых декораций, ивентов, простых конструкций к созданию музейных инсталляций, арт-объектов и более сложным инженерным решениям. Основные инсталляции проходили в десяти локациях. Мы побывали в экстрим-парке Урам, где свою композицию представил дуэт русских художников Broken Composers. Они воплотили в жизнь идею совмещения природы и технологий в виде лазерных полей. Композиции автора отразили историю своего детства. Еще будучи детьми, они разъезжали на скейтбордах по травянистым оврагам и скалистым горкам. Именно поэтому видение художника лазерных зеленых проекций на скейт-площадке переросло в целую картину. И это была первая люмия, которую я сделал. Делал я ее руками. Ходил по дому, смотрел, какие предметы подойдут. Ну, как у многих, наверное, мои родители очень дрожили своим свадебным хрусталем. Часть я, конечно, позже разбил. Фестиваль НУР является международным. Помимо русских авторов, в соседнем павильоне парка свой проект представил дуэт американских художников Эхи Синдито. Напомним, что локации НУРа размещены по всему городу. Посмотреть освещенную проекциями Спасскую башню или световое гнездо с птицами в парке Черное озеро – решать вам. Главное, что искусство повсюду. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универньюс. На этом все. В студии была Екатерина Лазарева. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok